Скажите, кто из вас больше 7 месяцев в этом бизнесе? Вы любите руку? Почему вы еще не миллионеры? Почему не миллионеры? Пока мы морчим об этом. А вы знаете, Рон? Любят еще больше. Есть такая позиция, кстати, хорошая позиция. Давайте мы будем общаться в диалоге, я думаю. Будет интересней. А я могу сказать, что все, что мы делаем, сейчас идет такая работа очень мощная. Очень много сетевых компаний. Вы знаете, что очень много сетевых компаний, которые тоже развиваются в том направлении, в котором развивается наша компания. И новичку, который делает выбор, мы можем тут говорить очень хорошо, что презентация была, что у нас хорошие духи и так далее. Но на каждой презентации это говорят тоже. Согласитесь? Вопрос в следующем. Почему люди толпы идут в одну компанию, а в другую компанию идут? Хотя похожие, да? Или рождается какая-то новая компания, перекопированная, да? У них и тюбики, и, наверное, продукции, но почему туда не идут люди? Или если идут, но они там не растут квалификации. И вот вы очень важный момент подняли, да? Деньги любят и тишину. Это в традиционном бизнесе, возможно, да. Но сетевой бизнес, бизнес открытый, поэтому я думаю, что здесь нужно всегда говорить о своих достижениях. И мы сейчас вам расскажем, как мы действовали, почему очень важно говорить о своих достижениях. Я имел ввиду большие. Большие деньги. Ну, ладно. Вот. Давайте начнем нашу работу с того, что сейчас я передам слово Олесе, потому что вы ее больше знаете, да, чем я. Потому что я в этот бизнес подключился чуть попозже, именно благодаря, скажем, ее резкому быстрому старту. А именно как мы это сделали, мы сейчас вам расскажем. Надеюсь, вам это будет полезно, да, интересно? Конечно. Давайте. Спасибо. На самом деле сегодня все видят красивую, классную картинку, да? Девушка в интернете, с машиной, с деньгами. Но от каждого лидера, который здесь сегодня выступал, я слышала, что я пришла в бизнес не сразу, да? Я пришел в бизнес не сразу. Вот я, это тоже не исключение, потому что, ну, не знаю, кто-то поверит сегодня или нет, что еще полгода назад ситуация в нашей семье была очень плачевной. Минус 300 тысяч рублей. В плане финансов. В кого есть кредиты, да? Я тоже не представляю. Да, были кредиты. Да, были кредиты. То есть мы в этот бизнес пришли с большим минусом. Вот кто в такой ситуации приходил в этот бизнес? Нет, Богу милого, слава Богу. Значит, вы в этот бизнес более состоятельно пришли, чем мы, то есть мы минус 300. Запомнили эту цифру, да? Кто-то сегодня говорит, да ей просто повезло, ее муж поддерживает, да? На самом деле изначально муж меня не поддержал. Он очень мудро поступил, что сказал, делай, что хочешь, но меня не впутывай. Потому что был уже опыт моего такого выстроила из декрета в другом бизнесе. И получился не такой результат, о котором я призывала. То есть получилось минус 300. Да, получилось минус 300. Давайте я тоже буду рельгий кистовать. Вот минус 300, да, я могу сказать для того, чтобы стартанула жена в том бизнесе, о котором вы говорите, который для нас был неудачный, да? Я продал свой почти новый автомобиль Nissan Qashqai. Это было приблизительно около 700 тысяч рублей. Понимаете, да? Понимаете, да? Да. Вот девушки, которые выходили из декрета, понимаете, да, вот это состояние, когда ты сидишь вот одни пиленки, то есть день сурка. И я понимал, что, ну, ей нужно выходить из этого дела. Когда была альтернатива любви выходить на работу, либо в сетевой бизнес, конечно, мы говорим, давай. Да? Она пошла в этот бизнес. Понятно, что я ее поддерживал. И у нас два маленьких мальчишки, да, они были еще меньше, где нужно было менять подгузники и так далее. Но нужны были инвестиции в бизнес, потому что я сидел дома, да, вот, занимался детьми, жена занималась бизнесом. Минус Qashqai. Ха-ха-ха. Идемте дальше. Просто. Ну, на самом деле, не хотим сейчас говорить о негативном опыте. В любом случае, опыт, он есть опыт, да. И, Владюш, притиш, пожалуйста. И то, что происходит сейчас, это происходит не потому, что мне повезло, я говорю, есть такая фраза, везет тому, кто везет, да. Те слова, которые я смогла найти, чтобы убедить мужа вообще, как бы, начать, да, я начала делать это с большим сомнением. Во-первых, год я присматривалась. Когда меня сначала позвали, я сказала, ты что вообще куда в какую-то новую компанию непонятную, вообще она просуществует или нет. Наверное, каждого такие мысли посещали, да. А потом я думаю, я так в тихушник попробую, а вдруг пойдет. И начала с продукта. И увидела, что может быть статистика бизнеса совершенно другая. Да, я люблю холодные контакты. Ну, наверное, люблю, потому что мне пришлось это делать, потому что в той компании, в которой я выклевалась, без холодных контактов было нельзя, потому что по теплым все уже все знают. И мне приходилось, вот как Артем тоже рассказывает, там, не позавтракую, ну, там, что-то себе не делаю. Я тоже ставила себе мотивацию. Для меня мотивация – это вот эти два замечательных мужчин. То есть, когда они что-то просят, мне тяжело им отказать. Я, ну, лепешку расшибешься, но ребенку это сделаешь, да. И я вот выработала для себя очень такую работу по холодным контактам. Более того, сейчас, когда мы через два месяца 10 дней выполнили эту программу, я говорю уже это мы, потому что через два месяца после моего старта в компании Арнель присоединился муж, потому что я пришла сама, а его опомнила на 100 рублей над собой. И через два месяца ножка вышла на товарооборот в, по-моему, сколько же, не помню, 20%? Да. Через 49 дней со старта, соответственно, мы закрывали инфикацию, 17% – это уровень директора. И через 55 дней мы уже стали 20%. Ну вот, в общем, он увидел. Он смотрит что-то такое интересное. Он видит мою активность, звонки, встречи. То есть я уже не просто где-то весь день ходила и пришла ни с чем. Он видит результат. И тогда он сказал, что, слушай, давай-ка я поподробнее разберусь, что у тебя там за бизнес очередной. Вот разобрался, да? И через два месяца выполнив автопрограмму, через четыре месяца мы взяли автомобиль. И сейчас мы просим прощения, что мы немножко не в такой форме, да, деловой. Потому что мы едем с Крыма. То есть наш Кирюха был в Крыму. Кирюха – это автомобиль Кирюха, вы все понимаете, да? И кроме того, я поняла, что наш бизнес можно делать абсолютно везде. То есть мы уже такая семья, которая рассматривает бизнес – это не как что-то сложное, как какую-то работу, это образ жизни. Я не могу день там проходить просто так и что-то кому-то не рассказать, да? Я везде даю там протестировать, даю вам все так денег. Даже ребенка сейчас уже это делает. И мы в онлайне делали трансляцию, которая… То бишь, сайники уже ваши. Как Владислав тоже подходил и дарил и говорил. Иногда, я говорю, если это могут дети, то чего бояться вам, да? Там, допустим, выйти по холодным контактам. То есть любая проделанная работа, она принесет результат. И очень классный пример сегодня был про колоду карты. Вот мы первые четыре дня в Крыму. Я что-то где-то говорила. Ждайте, нет результатов. Вот, нет. Я в интернете, никто не соглашается. Я где-то там в парикмахерство зашла. Вот, думаю, ну все, потеряла навыки. На пятый день я пишу в интернете, ну как бы ищу людей, да? Спрашиваю там, вы в Севастополе живете, да? Вы там? В такой-то компании, да? Ну что-то общее. Нашла я что-то интересное. Мы с ним расскажем работы. И девушка говорит, вы знаете, я вообще, мне есть только 10 минут. Вообще, вряд ли ваши предложения меня надевают, потому что у меня на духе аллергия. Ну что там у вас? Давайте побыстрее. Итог. Партнер с папочкой. Все 10 минут превратились в час нашего разговора по телефону. Я говорю, слушай, ну как можно уже так долго говорить, давай я просто приеду тебе покажу. Я показала наш продукт, и вот эта вот девушка, которая у меня аллергия на духи, ей понравились два аромата. Никакой аллергии не было, она не чихала, не кашляла. И я ей говорю, представляешь, если ты с таким негативом пришла на встречу с аллергией, тебе понравились два аромата, что происходит с другими, у которых нет аллергии и которые любят духи. Да, то есть сегодня я забыл бизнес, что тебе мешает попробовать. Да, есть у тебя какой-то определенный доход, это хорошо. Но плюсом, если ты увидишь, что твой другой источник дохода начнет работать по-другому, с другой статистикой данной карты, обратишь внимание на него больше, да, что происходит сегодня все больше и больше историй. И уже сегодня мы с гордостью можем говорить, что нас дублируют и через 2-3 месяца у нас появляются уже директора в нашей структуре. Поэтому это не повезло. Это просто определенные действия, простые действия, не сложные, но большое количество раз. Когда я начинала бизнес, я говорила, что я спать не лягу, пока я не сделаю 20 контактов. Вот кто-то скажет, ой, как много, да, у меня нет времени, у меня основная работа. Вы можете сами себе искать причины, вы можете сами себе ставить план. Ну а просто подумайте, что такое 20 контактов в день. Это в неделю, даже если мы берем 5 рабочих, да, 5 дней, 2 дня мы отдыхаем, как все заполнили, 5 дней. Это 100 человек в неделю, которые получили информацию. Скажите, из 100 человек может такое случиться, что вообще никто ничего не захочет? Навряд ли. Из 100 вряд ли. То есть это, знаете, это безысходно. То есть в любом случае это произойдет. Только здесь зависит от нас, да. Дальше, в принципе, стратег у нас Володя, он может рассказать о правильной идее бизнеса. Смотрите, когда начинаем бизнес, есть два взгляда на бизнес, да, женский и мужской. Да. Вот. У нас, на наш бизнес, понятно, тоже два взгляда, да. И могу сказать, что это очень хорошо. Почему? Потому что, когда вы занимаетесь семейным бизнесом, да, то есть один человек плюс второй человек. А вы знаете, да, равно сколько в арифметике? Один плюс один? Одиннадцать. Вот. Понимаете, да, это усиливает. Почему? Потому что у нас, у мужчин, немножко по-другому вид на этот бизнес. Вам больше духи протестировать, тра-та-та, там все такое, да, в ажуре. У нас есть четкие цифры, факты и так далее. Когда мы начинаем этот бизнес, да, я не сразу принял решение его активно строить бизнес. Потому что, ну, мы уже вначале рассказали, как мы заходили, да, с большими минусами. И я понимал, что в любом случае, если она решила еще раз попробовать, да, я не буду ей мешать. Но Ташкай бы еще один не дал. Но могу сказать, что перед тем, как это произошло, когда я дал добро, потому что же тоже, когда твоя вторая половина начинает заниматься каким-то делом, она, часть фокуса, да, уходит от семьи. И какие-то домашние дела должны лечь на меня, на мне. Понимаете, да, какая ситуация? И мне пришлось, пришлось проанализировать. Могу сказать, несмотря на то, что мы говорим то, что я в этом бизнесе не сразу, да, там со второго месте, и так далее. Но могу сказать, что в стратегическом плане я могу сказать, что это было с самого начала. Потому что первое, что мы сделали, мы, когда увидели этот бизнес, мы искали место, очень важный момент, да, куда прийти, в какую ветку. Бизнес классный, да, во-первых, мы проанализировали бизнес. И могу сказать, что мы бизнес пришли сразу. Нам эту идею этого бизнеса предложили сколько? Ну, где-то больше. Год назад. Больше года назад, да. И я человек аналитического склада ума, да, я все насчитаю, как Артем. Все просчитываю. И я понял, что сейчас не время. И я вам хотел показать одну схему, чтобы вы поняли. Вот почему мы в этом бизнесе, да, и почему надо это делать. Потому что вы можете делать много действий, но если не будет вас видения, от вот этого перебирания колод, да, когда вас нет видения, вас отпустятся руки. Вы будете понимать, что нужно джокера свой найти, да, но вас отпустятся руки. Но постараюсь сейчас открыть вам видения, вот именно, да, которые увидели мы. И если вы это увидите тоже, да, то как бы вам сложно в этом бизнесе не было бы, вы в этом бизнесе останетесь. Смотрите. Когда приходит молодая компания, любая, называется стартап, да? Да. Могу сказать, что 90, есть такая точка, 95% стартапов в первый год уходят с рынка. Да. Понимаете, да? Понимаете, да, почему? Да, да, да. Классный продукт у них есть, да? У них есть супермаркетинг. Ну, не пошло. По разным причинам не будем углубляться. Вопрос. Готовы ли вы прийти в этот бизнес, да, начать активное действие, чтобы все завтра закрылось? Нет. Нет, да? Вот, Юля говорила о том, что, вот чуть бы раньше, да, чуть бы раньше, ну, кто знал бы, да, что действительно это нас реально классный стартап. Классный стартап, да? Вот. И всегда серьезные предприниматели любого бизнеса, сетевого, не сетевого, они что анализируют? Пришла компания, есть такие люди, которые, я их называю, научились приглашать на флаг. Молодай, новая, вперед, давай, давай, сейчас все в этот порвем. Вот, знакомая, да, такая ситуация, возможно, вы тоже предлагали. И вот, они сюда все побежали, побежали, вот, и здесь начинают какие-то деньги зарабатывать. Но проходит какое-то время, да, для стартапов в свое время где-то год-два, и уже этот флаг уже не понесешь. У нас, кстати, скоро в компании наступит такой момент, когда этот флаг уже не понесешь, что мы уже не молодая, не новая. Какие-то новые придут. Что делать надо? Работать надо, да? Выстраивать сети и так далее, и тому подобное. Но эти люди не умеют это делать, они умеют только на флаг звать. Успели заработать, как пирамида, к примеру, да? Потом появился новый стартап, они опять, давай, теперь новая, новая. И уверенно из вашего бизнеса тоже побежали люди. Есть такое? Новую, похожую или какую-то другую. Пошло, да, дело? Чуть-чуть такой отток людей, возможно, вы проседаете в чертах и так далее. Но самое серьезное намерение, когда люди приходят на второй волне, это называется вторая волна. Что это значит? Когда вот это все убежало, я их не знаю, как назвать там, да, там, предбейщики или как-то там, вот. А когда уже мы видим, что стартап реализовался, да, что он реально имеет продолжение, как в нашем деле. Мы рассказывали о том, что линейки открываются, да, что чеки люди зарабатывают, что растет товароборот и так далее. Это называется кистенциальный рост. И вот самое хорошо приходить вот здесь. Могло вас, друзья, всех обрадовать, мы все здесь. Да. Вот поэтому мы не пришли вот сюда. Потому что это могло быть вот так вот, без продолжения, и вот так вот, понимаете, да? А когда вы приходите в серьезный бизнес, если вы не занимаетесь пирамидостроением, да, для вас очень важно, что вы делаете, да? Вы, в первую очередь, приглашаете людей, даете им возможность. Понимаете, да? Да. И я вам, может быть, не открою секрет, но я всегда говорю о том, что мы, в первую очередь, продаем не духи, да, не маркетинг-план, а строим команду людей. Потому что компания приходит и уходит, да? А кто остается у них? Люди. Люди. Вот представьте себе, нет у вас этого инструмента, что вы будете делать? Но у вас есть команда единомышленников. Вы говорите, хорошо, пошли, и все, ну, часть, не все, там, по статистике опять, но ваш костяк, да? Вот, как говорил Генри Форд, да? Заведите меня за моду фабрики «Пароход», оставьте мою команду. И я очень скоро стану миллионером снова. Понимаете, да? Мы находимся вот здесь, друзья. Кто это сказал? Генри Форд. Вот. У любой компании есть определенный этап роста, да? Когда-то он настанет. Это называется стагнация и, возможно, какой-то спад. И очень многие компании, которые пережили вот этот рост, понимаете, какая ситуация, да? И вот здесь вот приходят, есть люди. Но могу сказать, самые большие деньги и самые большие чеки зарабатываются на росте. Понимаете? И мы сейчас находимся. Вопрос, что нужно делать сейчас, мы вам расскажем. Хотите, как быстро это делать? Вы сейчас это увидели, эту картину? Да. И когда вам будут говорить, давай в новую компанию, или говорим, давайте, проверено, старая компания, 50 лет на рынке и так далее. Вот здесь никогда денег, здесь можно заработать деньги, здесь нельзя создать погасное состояние. Но мы пришли за пассивным доходом. И вот именно пассивный доход уже есть у нас сейчас, уже даже вот на этой стадии. Почему? Потому что мы реально сейчас путешествуем, но открываем все собственное кабинет, что мы видим. Те деньги, которые мы потратили на путешествие, они уже заработаны, понимаете? На пассиве. Да. Вот он пассивный доход, друзья. Идемте дальше. То есть можно добавить немножко, но вот эта вот стаканация начнется через 4 миллиона лет, чтобы ты не пугались. Ну, я могу сказать вот, давайте по-честному, я всегда говорю честно. И наступит и тогда вот этот момент. Вопрос, сколько, да, продлиться? Вот в таких компаниях, почему мы выбрали компанию по маркетингу именно солнышко, да, классику? Потому что уже люди, после вот этой классики, да, вот этих гигантов, да, которые сейчас продолжают трудиться, появилась куча компаний, которые бинары, матрицы, комбинации там какие-то и так далее. Где они? Они взлетают, уходят, да? Ну, что мы хотим? Либо быстро заработать денег, либо выстроить долгую систему. Хотели бы вы, чтобы ваш бизнес лет через 50 работал и вас кормил? Конечно. Понимаете, да? А если есть возможность нашей компании передавать по наследству, хотели бы вы, чтобы ваши труды, которые вы сейчас вложили, передали им? Да, это одно из причин, почему мы здесь. Понимаете, о чем это речь, да? Вот поэтому еще важный маркетинг, это длительная история, да, почему мы исследовали. Когда я эту схему увидел, я посмотрел, поэтому мы пришли и в самом начале, и год назад, когда нас предупредили, а когда было самое время? И что мы для этого делали? Понятно, что я когда понял эту схему, говорю, работай. Потому что уже могу сказать, что следующий уже не был Кашкая, а хотелось вернуть, понимаете? Или сесть на автомобиль, который мы сейчас имеем через 2 месяца, 10 дней мы сделали автопрограмму, да? Я просто понял, что нужно здесь стартовать самое время. Да, я не был в активе, потому что я не знал, как дело пойдет, потому что для меня это специфический продукт. И так далее. Но я что увидел? Я увидел, что здесь это реально тот инструмент, которым можно работать. Когда она приходила в тот бизнес, где у нас минус был, она работала так же много, как и сейчас. Но здесь был минус. Понимаете, да? Потому что на складе вас бизнес деньги вытаскивает. Если вы не догоняете, понимаете, как экскалатор. Он может двигаться вперед, и вы встали сюда, и он вас автоматом выдвигает, как волна. Что сейчас происходит. Да. А если экскалатор движется вниз, и вам нужно очень быстро сюда бежать. Очень очень. Понимаете, как в спорте. Не вас он выталкивает, а он движется вниз, а вам нужно бежать. Вопрос, хватит ли вы все? Остановились, все, покатились назад. Да. С этим понятно, да? Вот эта картинка. Олеся начала. Она сначала скромно говорила, ну давай я чуть-чуть там заработаю. У меня был источник доход, у меня заработал тоже. Солить мучила, закашкать. Да. Я обеспечивал семью, да, скажем, и считаю, что мужчина должен в первую очередь быть добытчиком для семьи, да. Вот. А дополнительный доход жены, он тоже не помешает. Логично, да? Потому что должно быть несколько источников дохода у нас, да. Вы знаете, да, что несколько источников дохода должно быть. Вот. Говорю, давай. Я увидел, что все, здесь можно. Но у нас был план, да. И я сейчас вам расскажу вам о плане, который позволил нам за короткий промежуток времени достичь короткого результата. Причем, прям буквально встанно, пока Володя растирает. Вот вы видите, в какой сейчас нервной остановке. Кто-то скажет, вообще ужас тут. Дети бегают, да, туда-сюда. Как бы никуда не денешься, потому что они с нами. Но на самом деле, вот, если я в такой ситуации, меня же никто не отменял там, да, ток, пустирку, уборку. Дети, которые ходят один там в одну студию, Владик ходит у нас на теннис. То есть это все идет параллельно. Вот если мы это смогли, то, возможно, у вас какие-то ситуации более, так сказать, благополучные для развития бизнеса, то сто процентов. Это вот живой пример, как это работает. Итак, переходим к главной стратегии, которая, возможно, позволит вам сейчас, вот, если вы ее поймете, возьмете наружение. Я не могу гарантировать того, что, ребятки, давайте с бабушкой там посидите все же. Все. Может быть, на улице? Да, я не могу гарантировать, что то, что мы сейчас вам расскажем, как мы это сделали, оно сработает у вас. Потому что все люди не дали, да? Но я могу сказать, что если вы возьмете и начнете делать, то у вас, возможно, получится, да? Какой же быстрый результат. Мы видели обалденные результаты Артема Тимофеева. Кому понравилось вообще? За 19 месяцев заработал полтора миллиона. Класс, да? Класс. Вот. Я могу сказать, что я сетевым не новичок, у меня есть определенный опыт. И у меня даже был такой опыт, когда я в первый месяц сотрудничество с компанией выходил на 7000 долларов. Ну, был такой момент, да? Вот. Но, друзья, могу сказать, что эти деньги, 7000, для кого-то это классно, фантастика. Но я всегда равняюсь для кого? На? На лучших. И вы только просто подумайте, что такое сетевый бизнес, почему я здесь. Я уже рассказывал историю на саммите, да? Я ушел вообще, я долгослужащий. Я ловил жуликов, понимаете? Я работал в управлении по больницам организованной преступности. Коллега. Ну, я ушел до этого. Коллега. Это очень трудное решение, потому что, друзья, я знаю, насколько это серьезная работа над собой, когда мы уходим с, скажем, с такой работы, да? Потому что у нас мозг по-другому работает. Согласитесь? У нас так система затачивает в другую сторону. И чтобы переконвертировать себя, делали огромные усилия над собой. Я это тоже делал. Итак, смотрите. Наша стратегия такова, да? Идемте дальше. Вот вы правильно говорите о том, что когда стагнация, вот еще очень важный момент, который, вы понимаете, все боятся, а вдруг стагнация и все, да? Вот, который по схему нарисовал. Могу сказать, что компания Amway, для того, чтобы она стагнировала, да, ей понадобилось более 50 лет. На вашу уже не хватит. Понимаете? А наша компания, если вы изучаете сетевый бизнес, я вам рекомендую, да, изучаете другие маркетинг планы, она очень похожа на компанию Amway. Только есть моменты, которые улучшены. и, ну, о них можно говорить, но это в другую тему, понимаете, да? Вот. Значит, стратегия такова. Не важно, когда вы пришли в бизнес, вы можете… Вот сейчас, как я говорил уже, кто из вас 6 месяцев, почему не миллионер, да? Вот скажите, кто 6 месяцев и на каких квалификациях? Вот поднимите еще раз руки. Двадцать. Двадцать процентов. Кто еще? Больше 6 месяцев. Ну, какие квалификации? Шесть. Двадцать процентов, да? Ну, доход в среднем 50 тысяч рублей, по максимуму, да? Вот. Вот. Смотрите, что мы делаем, да? Вот. Почему я спросил, мне нужно просто понимать вообще, что бы с вами не происходило, вы можете здесь сейчас брать и сказать, что все, я начинаю этот бизнес. Вот даже вы считаете, что вы в бизнесе, да? Но иногда нужно подумать и понять, вы играете в бизнес или делаете бизнес? Понимаете, да? Вот сейчас я вам расскажу такие вещи, когда вы поймете, что возможно вы играете в бизнес, поэтому нет такого результата. Даже квалификации есть какие-то. бизнес этот огроменный. Люди, с которыми я общался из этой индустрии, зарабатывали 50, 60, 100, 200 тысяч долларов. Я таких людей знаю. И это не единичный случай. Понимаете? Поэтому там 5-7 тысяч долларов из этой индустрии, понимаете? Мы еще дети. Но по сравнению с тем, что возможно дает эта индустрия. И могу сказать вам, что мы из этого бизнеса, из этого бизнес-армей, видим себя долларными миллионерами. Лично себя. Видим этот инсал. Почему не вы, да? Вопрос. Пройдет время, и вспомните вы наш разговор и поймете, сделали мы это дело или нет. Вы с нами это сделали? Или почему-то вы находитесь в той позиции? Идемте дальше. Очень важный момент. Значит, смотрите. Когда вы начинаете бизнес, вы можете сейчас начать бизнес. Не играться в бизнес, а начинать бизнес. Вам нужно быстро стартовать. Быстро стартовать. Это я называю разгон самолета. Самолет. Очень важный момент, друзья. Что такое самолет? Вы знаете, когда самолет взлетает, он тратит 80% своего топлива. Да? Форсаж. Форсаж. Он 80% топлива тратит, чтобы он вышел на задуманную высоту. Дальше бреющий полет и спуск. Понимаете, да? 80%. Вам тоже нужно сделать. Вот если вы будете потихонечку делать этот бизнес, останавливаться. Бизнес делать, останавливаться. К примеру, в субботу-воскресенье активно звонить, тра-та-та-та, пятый-десятый. Там с ума сходить, да? А с понедельника по пятницу тишина. У кого такая ситуация бывает, что в недельку у вас такая легкость, а в выходные дни, ну уж я поработаю. Почти всегда, да? Могу сказать, что это не работает. Не работает. Почему? Потому что если вы это делаете, у вас полоса заканчивается, вот поэтому не взлетайте. У вас что-то есть, какое-то там подпрыгивается, самолёт ваш, что-то вы там делаете. Попытки взлёта, да? Попытки взлёта. Но вы пришли с большими деньгами, понимаете, да? Но почему-то вы не взлетаете. А вам потом предложат какую-то схему, говорит, вы сейчас взлетите. Ничего не делаете или допустим, да? Ну это обман, потому что везде надо работать, сами понимаете, да? Да. Что я предлагаю? Я предлагаю то, что мы делали. Друзья, мы запустили свою квартиру. Она была у нас грязной. Почему объясню? Потому что мы сфокусировались на бизнес, друзья. Не на уборку территории, да? То есть если мы убирались два... Я просто вам такие вещи рассказываю, чтобы вы просто прониклись в ситуацию. Подскажем, интимные, да? Интимные, почему? То есть вам нужно максимально... Вот если вы работаете по найму, кто бизнес строит, ещё по найму работает? Есть многие такие, да? Я понимаю, как вам сложно. Есть два варианта. Либо бросить работу на фиг на тему бизнеса, но это не вариант, могу сказать. Почему? Потому что вы не знаете, взлетите в этом бизнес или нет, да? Вот. Но многие люди что делают? Они меняют свой график работы. Они идут на, скажем, чуть менее оплачиваемую работу. Меняют даже. Но если они хотят в этом бизнес излететь. Для чего? Для того, чтобы высыпать своё свободное время. Потому что мы здесь строим бизнес. Бизнесом времени. Мы сначала вкладываем очень много времени в этот бизнес. А потом бизнес уже работает на нас. То есть происходит минимизация, да? Сначала мы очень много времени вкладываем, но результат маленький. Вот. А потом происходит наоборот, да? То есть где-то в какой-то точке всё это пересекается у нас. И потом мы очень мало времени посвящаем бизнесу, а у нас доход растёт. Понимаете, какая ситуация, да? Вот вам нужно взлететь. То есть максимально выделить время. Вы привыкли по выходным, там, я не знаю, заниматься чем-то, любыми передачи, отключить их. Понимаете? Вам нужно сконцентрироваться. Почему? Потому что вам нужен самолёт. Вам нужно взлететь. И вам нужно, как Олеся говорила, делать 20 контактов в день. Это наш. Наш был фокус. 20 контактов в день. Среднюю схему вы сейчас видели, да? Даже если вы будете делать 4 контакта в день, вы через 19 месяцев будете с Афиром. Артём нам показал эту схему, да, в среднем? Но нам нужен больше результатов, друзья. И могу сказать, что мы в бизнесе 7 месяцев, и мы без 5 минут с Афирой. Понимаете, да? Опять же, что вы хотите? Хотите быстрее результатов? Вам нужно больше делать контактов. Потому что наша профессия заключается в том, что не больше продавать баночек-сляночек, да, скажем, нашу замечательную продукцию. Вам нужно строить бизнес. Строить сеть. Сеть. Потому что мы, нас называют сеть Тегики. Что мы делаем? Мы строим сеть потребления и сеть маленьких магазинчиков, и в идеальном случае мини-складов. Мы строители сети. Вот только здесь происходит товарооборот, который нам платят деньги. Понимаете, да, какая ситуация? Вот это важный момент. Для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги по нашему маркетинг-плану, Артем очень хорошо раскрыл эту тему. Нужно очень много спонсировать. Вы слышали цифру, за 19 месяцев он заспонсировал, лично пригласил этот бизнес. Сколько? 100? 180 партнеров. Это 180 партнеров. 30 человек. 180 партнеров. 180 человек. Вы должны стать первым, если хотите, мастером по рекрутингу. Потому что есть определенная статистика, которая у людей, как в колоде. Опять же, хорошие примеры, я прям его запомнил, обязательно где-нибудь применю. Супер. Потому что вам действительно нужно находить людей, которые придут в этот бизнес как джокеры. И которые под вами выстроят структуру. Такие джокеры приходят сейчас к нам. И проанализировав наш бизнес, мы где-то порядка 150 человек подключили. Ну, в среднем. У нас есть такой джокер, это девочка Виктория Селезнева, которая у нас за два с половиной месяца закрыла 20%. И у него доход почти 60 тысяч рублей. Здорово! Здорово! И это, друзья, только начало. Понимаете, какая ситуация? Хотели бы, чтобы вот такие люди к вам приходили? Конечно. Сейчас я вам расскажу вообще, как их привлекать. Каждый час. Я сейчас вам расскажу секрет вообще, как их привлекать. Я все свободное время занял. Можно? Не-не, очень интересно, поэтому мы любим опытом принимать. Как их привлекать? Смотрите, я расскажу про Викторию. Виктория, она не новичок в всем бизнесе. Она лидер из другой компании, компания Marikey. Очень эмпициозный человек. И у нее большая структура и чек. Ну, по меркам Marikey 100 тысяч рублей, это круто. Ну, по меркам, да. По нашим меркам, в нашем бизнесе это ни о чем, да. Потому что у нас другие уровни и другой масштаб. Потому что я уже говорил, там стагнация, у нас рост. Потому что здесь большие чеки рождаются. Это я нарисовал. Как таких людей привлекать? Она 5 месяцев за нами наблюдала. Могу сказать, что у нас в разработке и подключена в нашу структуру очень много таких топов. Но все они зарегистрировались под маму. Под брата, под свата. Почему? Потому что они боятся потерять там. Потому что что-то есть. У них там 5-7 лет, 10-12 лет в бизнесе. Чеки свои боятся потерять. 100-200 тысяч рублей. Хотя у них там будет полмиллиона. Понимаете, какая ситуация, да. Вот они здесь сидят. Но есть такие, как Виктория Селезнева, которая наблюдала за нами 5 месяцев, приняла решение. Все, я стартую. Понимаете, да. Сейчас я объясню, как привлекать. Привлечь можете бизнес только вы и ваш личностный результат. Вот поэтому в начале, когда мы с вами говорили, нужно говорить о своих победах и результатах. В нашем бизнесе все, что вы не делаете, все, что хорошее и положительное, вы делитесь опытом. Делитесь опытом своими партнерами. Делайте селфи, фотографии своей успешной жизни, потому что людям нужен успех. Потому что люди готовы прийти только на ваш успех. Если вы молчите и скрываете, что вы там что-то зарабатываете, люди не знают об этом. Но людям нужен этот успех. И поэтому, если вы обратили внимание, если следите за Олесиным видеоблогом и за ее страницей, все, что положительное есть, какой-то рост она выкладывает. Понимаете, да. И это привлекает еще больше и больше людей. Почему? Потому что люди начинают сравнивать. За полгода, Олеся говорит, у нас вот такой результат. А человек сидит, который полгода наблюдал, и говорит, так, у него вот рост, а у меня вот так вот спад. Что-то надо делать. Понимаете? И куда человек захочет прийти? Успех. Потому что мы, друзья, с вами в этом бизнесе, еще раз говорю, не продаем, в первую очередь, духи. Чтобы вы... Это первоначально, да? И, по-моему, Юля говорила о том, что это первоначальные деньги, да? Да. Первоначальные деньги. Но мы, по сути дела, в этом бизнесе создаем большой-большой-большой успех. Да. Большой успех. Мы продаем успех, друзья. Успех быть состоятельным. А с какой продукцией, это важно, да, но это уже второстепенно. Какой маркетинг-план тоже второстепенно. Вот. Ну, какой успех мы создаем. Вот. Поэтому активно, что мы делаем? Если вы заметили. Мы начали записывать видео. Да, да. Кто из вас записывает видео? Раз, два, три. Скромненькая рука. Четыре. Пару видео, наверное, записано, да? Благодарю. У нас чемпион по записи. Вот он. У нас внесется блог-канал. Есть, да. Вот это. А мы все на тумку. Да. Почему? Объясню, почему. Объясню. Вот важный момент. Просто нас услышите. Это сложный шаг, потому что каждый из нас очень трудно переступает через этот шаг, скажем, этот шаг делает, да? В сторону публичности. Согласны? Да. Мы плохо говорим почему-то. Мы плохо выглядим. У меня вот такие щеки. У меня вот такой вот живот. Ну и так далее, да? Там что-то. И так далее. Вот такой вот прыщ. Ну, понимаете, да? Какое дело вам сейчас до моей полноты? Вы сейчас слышите и получаете какую-то важную информацию. Да, да. Ну, плохо. Но когда-то я комплексовал об этом, потому что у меня жена миотерная, красивая, и она всегда в кадре смотрелась красиво. Красиво смотрится в кадре? Да, красиво. Но могу сказать, что она терпеть не может свои видео. Да. Поначалу. И это сейчас она получает кайф, потому что получает кайф от того, что от результата. А поначалу, когда нет результата, когда мы делаем, делаем, делаем какие-то вещи, они начинают критиковать нас вообще, да? Какие-нибудь, да? Морщин докапываются там, Олесиных, там, я не знаю, до цвета ее помады, там, я не знаю, ой, что же мне лидер в такой кофточке дешевой, там, ну и так далее. Почему я об этом говорю? Когда мы начинаем этот бизнес, мы можем делать его по старинке, да? Как мы по старинке раньше? От человека к человеку. От человека к человеку. Ну, контакты, да? Это хорошо, и это надо делать, потому что это традиционная школа, и она позволяет нам, что делать? Расти в бизнесе даже тем людям, только медленно. Тот, кто не может делать какие-то более, ну, следующие шаги, понимаете, да? Как, например, записывать видео. Потом мы все научили, что? Нам говорят, что бизнеса нет, если мы не уходим в интернет. Понимаете, да? Люди начинают осваивать интернет, создают уже классные странички. У Артема шикарные тренинги. Вот он говорил о нем. Смотрите, потому что я сам учился создавать вот эти страницы по его тренингу, друзья. Кто видел его тренинг? Посмотрите обязательно, кто еще не поднял руки, обязательно посмотрите. Потому что он классно рассказывает именно, как в социальных сетях стационировать себя. Правильно? Фотографии, да? И так далее. Мы все это тоже научились делать. Тысячи людей научились делать. Это, да? Потом нам говорят, можно группы там, репосты, ну, мы тоже научились это делать, да? Но, друзья, это уже сейчас в современном успешном бизнесе, я считаю, недостаточно. Почему? Потому что, когда вы начинаете делать то, что делают уже тысячи, десятки тысяч людей, что происходит? Вы становитесь в одну линейку конкуренции, да? И когда человек в своей ленте просматривает одни и те же посты, ты написал, ты написал, ты написал, ты написал, ты написал, ты написал. Куда? Потому что за постами, как правило, очень мало личности. А бизнес – это, в первую очередь, привлекаемый людей на личностном росте, да? То есть я как личность. И поэтому один из важных моментов успеха – это, друзья, развивайте свой личностный бренд. Развивайте свой личностный бренд. Посмотрите, как классно его развивает Артем Тимофеев. Мне очень нравится. Я, кстати, всегда слежу и какие-то вещи. Вы посмотрите, как развиваются другие лидеры, которые реально зарабатывают. Чем ты больше лидер, публичный человек, да, тем у тебя больше чек. Да. Понимаете? У нас больше, могу сказать, видео, чем у Артема. Поэтому у нас больше чек. Что нужно делать, друзья? Снимать видео. Снимать видео. Снимать видео. Друзья, когда я понимаю, есть технически сложные моменты, когда мы там обработать там вот это все. Вам туда лезть не надо пока. Почему? Потому что если вы начнете туда влазить, поверьте, мне это стоило с техническим образованием, ну, не знаю, год. Год, наверное, времени, да, чтобы разобраться, где-то тренинги поучить. Мы уходим от основного, от нашего бизнеса, от нашего старта. Ну да. Вы это можете делать параллельно, свободно от вашей основной работы. Начинайте сейчас делать простые вещи. Рекрутировать, звони по старинке, да, в интернете где-то, да. То, что вы можете, делайте. Но сейчас есть шикарные, шикарные инструменты. Это как видеотрансляции. Кто хоть раз в трансляцию видео записал? Опять же, поднимают руки те, кто зарабатывает деньги. Причем, смотрите, видеотрансляция ничем интересна, друзья. Не обязательно о бизнесе. Потому что бизнес это не только это самое. Мы как личность должны показывать себя, да, где-то отдыхаем, где-то наши интересы. Не только бизнес, бизнес, бизнес как робот. Вот тут такие встречаются люди, которые только о бизнесе вам говорят. Меня не раздражают. Когда ты с ним говоришь, ну, добрый день, он говорит, слушай, у нас еще классный продукт появился. Я говорю, да это нормально. Ты скажешь, как у тебя дела. Понимаешь, он только о бизнесе. У него в голове бизнес один. Это не есть хорошо, это не лидерский поход. Поэтому смотрите. Берите трансляции, записывайте. Это не надо. Нажал на кнопочку специальной программки, установил, и вы можете рассказать о хорошей погоде. Вы можете не показывать свое лицо. Понимаете, в чем речь? Поначалу. Вы можете закатывать, ваше будет красивый мелодичный голос. Или такой противный, как у меня. Потому что когда я себя слушаю на видео, я думаю, блин, боже мой, почему я родился с таким голосом? Это ошибочно. Бывают такие моменты, когда, допустим, я себя буду записывать, я домой пришел и говорю, Марин, со мной девушка не поехала в лифте. Если б я тебя не знал, я б с тобой тоже не поехал. Понимаете? Ну, вот так уж. Теперь, понятно, важный момент. Формат. Вот сейчас тренд, друзья, это медиа. Не бойтесь показывать свою жизнь. Ну, понятно, оно должно быть адекватное. Не надо показывать себя в душе, как вы моетесь. Вот вы смеетесь, а иногда в трансляцию заходишь и видишь такую гадость. Ну, извините изражения, да? Ну, как говорится, одни используют инструмент в пользу, а другие используют в минус. Вот. Берите и делайте. Расскажите, как мы очень часто говорим, как вы получили папочку. Даже если вы получили 2-3 месяца назад, расскажите свои первые ощущения, какой ваш рабочий инструмент. Многие нам говорят, а зачем я буду это видео записывать, потому что я уже пару крочек таких видел. Запишите это видео. Тем более у вас уже есть наглядное пособие, как это сделать. Посмотрели три, покритиковали, сделали свое. Понимаете, да? О чем это речь? Почему это важный момент, друзья? Потому что каждый из вас индивидуальность, нет. Вот здесь вот, вот человек похожий друг на друга. Вы все индивидуальные друзья. Вот я вам скажу. Могу сказать, вы без 5 минут доллары миллионеров все. Вы же все сюда приходите за деньгами? Да. В бизнес приходите за деньгами. Вот вопрос, я вам скажу. Вы все, все понимаете. Но, к сожалению, могу вам сказать еще одну важную фразу. Не все из вас в течение года останутся в этом бизнесе. Вот это большая, скажем, печаль. Но это статистика. Кто-то из вас, я даже не знаю кто, но я могу предположить, к примеру, да? Кто-то будет из вас доллары миллионеров. Вот реально, вот здесь вот, в кабинете родится доллары миллионеры. Просто вы еще об этом не знаете. Просто вы еще об этом не знаете и, возможно, вы еще не приняли решение этот бизнес делать, да? Ну, я точно знаю, что здесь есть миллионеры. И я точно знаю, что здесь будут люди, которые выйдут из этого бизнеса. И, возможно, потом пожалеют об этом. Вот. Уловили мысль, что делать? 20 контактов в день. Мы, как сумасшедшие, что делали? Рекрутировали, 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 потому что нам, мы пришли в этот бизнес за деньгами, а нам нужна ширина. Можно вопрос? Да. 20 контактов в день вы задаете? Да, сейчас объясню, значит. 20 контактов в день. Для кого это просто сумасшедшая цифра 20 контактов в день? Поднимите руку честно. Кто вообще думает, что это офигенно? Вообще вы что там, монстры какие-то? Вот я вижу, есть такие. Могу сказать, да. Как их делать, да? Два варианта. Первое, если вы посмотрите видео, первое об Армель от Оресе. Просто что она делала? Она за два часа собрала, по-моему, если не ошибаюсь, как раз этим 20 телефонов. Потому что наш бизнес просто обалденный, да? Вот. Она просто что делала? У нее была вот такая арома папочка. Арома лисидница. Лисидница наша. Лисидница наша. Показывает вам ее. Она просто говорила о том, что, девочки, я еще как бы вот сама только вникаю в этот процесс, да? Вы просто попробуйте, я собираю статистику условно, да? Вы посмотрите это видео. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас дам это слово. Так. Да, я, кстати, люблю много говорить, потому что вот такой момент, да? Вот много хочется поделиться с вами. Вот. Но есть еще моя половиночка, которую я люблю, уважаю. И, наверное, из-за того, что она много говорит в интернете, да? Там ее там, а я как-то меньше. Вот я почему-то все время, все время стараюсь ее занять. Но я сейчас хочу передать. Вы поняли, что нужно много рекрутировать? А сейчас как это делает? Это профессионал, который сейчас вам все это дело расскажет. Вообще, говорить можно много. Давайте я вам скажу ту конкретику, да, что происходило дальше. То есть, вот мы сделали 20 контактов в день, да? Что дальше? Я очень много сейчас общаюсь с партнерами уже по запуску. Да. Здесь можно, 20 контактов в день это были холодные звонки, то есть, раз, или это уже было и с теплыми, и с холодными, примерно? Смотри, это может быть вообще любое. У меня это в основном были холодные, да? Почему? Опять же, потому что я приходила уже с сомнениями, да? И мне было важно начать как бы с нуля, чтобы это никто ничего не слышал. Но, опять же, так как я записывала видео, то есть я пошла тестировать, я записала, я рассказала свою статистику, да? Я получила папочку, я записала. У меня были звонки, допустим, там, от моих клиентов, да? Которые говорили, а что ты там в духе, а что ты нам не несешь и не показываешь? И я была в выигрышной ситуации. Почему? Потому что человек сам захотел, он уже проявил интерес. Котика, помнишь, с прощающими глазами? Да и не я просил, а меня просил. То есть это тоже большой плюс. Поэтому, в принципе, это могут быть и холодные контакты, и теплые. Но здесь сейчас большой плюс, что даже к теплым мы приходим, и мы говорим, и никто про это еще не знает. Согласны? Да. Я в Крыму, я вообще удивилась. Вообще, ну, я не знаю, может быть, один процент вот людей мне не попадались тем, кто знал. Вот кому я не рассказывала, спрашивали, а что это такое? И дальше наша задача грамотно дать информацию, что это такое. Правильно позиционировать продукт, да? Чтобы не возникло, что там это поделка, это разгибуха и так далее. Но это отдельная тема, и очень большое внимание уделяется на кубинарах. Мне никто не говорит, что это поделка или еще что-то. Убежденность. А контакты сразу оставляли? Потому что, ну, я видео ваше смотрела и пыталась работать. Мне еще ни одного контакта замену не оставляли. А контакт когда не оставляли? После дегустанции, после, вот, визитки. Никто не будет вам оставлять. Вы сами... А можно ваш телефончик? Ну, как бы... Ну, я представляю... Может, моя имена, потому что я оставляла свой визит. Не знаю. Ну, визитки... Ну, как бы, когда вы сами запрашиваете контакт, тогда люди с удовольствием вам его предоставляют. Ну, бывают, конечно, иди, которые... Нет, не да. Ну, бывают, да. Нет, значит, так. Учиться, мучиться. Тут, знаете как, два варианта. Либо что-то немножко у вас не так. То есть, эти люди почему не дают? Потому что не доверяют, да. С одной стороны, чем такой холодный контакт, его всегда нужно уметь перевести в теплое. Не сразу подойти и сказать, о, у меня духи, давайте. Тем может быть масса, вот, элементарно. Ну, мы, мамы, там, с детьми, да, гуляем. Ой, это ваш замечательный ребеночек, да. А вам там полтора годика, и мы моему только. То есть, то, что вас немножечко сблизит, и у вас завяжется диалог. Да, вот о чем многие говорят, что есть люди, которые вообще не видят жизнь вокруг, а просто сразу о бизнесе, да. И плюс, можно еще грамотно сделать. Мне тоже не всегда телефоны дают. Мне иногда возвращают мою визитку. Один раз вот за 7 месяцев у меня было такое, что мне вернули визитку. Когда я его почитал, мужчина сказал, заберите обратно. Я говорю, слава богу, что он на нее не пошел, не выкинул. Сэкономили мы ее в рубль. Сэкономил 3,5 рубля, да. Можно как сказать, то есть, вы протестировали, вы просите контакт, да? А они говорят, что... Ну, наверное, моя ошибка в том, что я сразу свою визитку оставляю. И в ответ слышу, если меня заинтересует, я вам тогда позвоню. В разговоре на общую тему должны вы найти подход к человеку при разговоре. Я обычно делаю как... Вы должны найти общую тему, когда человек на обычной мысли, а вокруг него камеры, и он вот такой вот зажатый... Заведите его за ухо, да ее выйдет. Я когда даю визитку, да, то есть визитка это способ тоже законтактировать человека. Вот я занимаюсь тем-то, а можно, а вы чем, да? И когда я отдаю визитку, говорю, можно ваш контакт? Я сразу достаю телефон, забиваю телефон, потому что иногда люди могут там, ну, цифру не ту сказать, или я могу не ту записать, да? Я записываю его номер, делаю автодозвон, говорю, запишите, пожалуйста, Олеся Духинь. Для чего? Для того, чтобы, когда я позвонила, повторно... Вам никто не позвонит, вот это сто процентов, даже если возьмут вашу визитку. Но когда позвоните вы, у человека уже высветится там, например, Олеся Духинь. Они уже будут осознанно понимать, с кем они говорят, да? То есть либо в себе немножечко вот, ну, опять же, да, как разговор построить. Это приходит именно с практикой. Когда делаешь большое количество контактов, появляется опыт, да? Появляется результат, отсюда появляется убежденность. Почему мне сегодня так об этом легко говорить? Потому что я с первого месяца в бизнесе, я была на событиях компании, да? И когда я ехала, для меня важно было, я знала только, наверное, Артема и тот по телефонному разговору. Но когда я приехала, я увидела, что вау, какие люди интересные, да? Я увидела президента тогда еще со сцены, тогда я сидела на галерке, и вообще только слушала и еще так присматривалась, думаю, стоит, не стоит. Через два месяца мы ездили, я ездила уже, открывала Казахстан, и я с Вячеславом сидела вот так вот за столом. Представляете? Опять же, почему? Потому что был результат... Давайте похмотим. Почему вот этот быстрый результат нужен? Потому что люди любят вот это движение волны. Никто не хочет попадать в этот ряд, да? Если бы я попала в средничок, ну, как потихонечку, да, как многие начинают делать бизнес, меня бы не пригласили в Казахстан, меня бы не приглашали вести вебинар, меня бы сейчас сюда не пригласили, да, уже в нашу семью. Потому что ярко и плюс всегда результатом дает нам что? Притягивает людей волна, и к нам присоединяются наши половинки, да? Это тоже очень важно, потому что, как правило, ну, у меня много таких в команде, кто приходит просто изначально девушка, муж ей говорит, нифига подобного, не будет такого. Палки в колеса, та же Вика. Она говорит, когда через два месяца Илья сказала, давай тоже ножку буду строить, а я чуть со стола не упала. Потому что реально мы иногда созванивались в скайпе, мы говорим с ней о бизнесе и так далее, на заднем входе ходим. Илья плюется. Она говорит, ребят, все, я отключаюсь, иначе у меня будет развод. Это было. Но два с половиной месяца у нас иногда заходил этот развод. Кто бы сейчас мог подумать, да? Я к другой бабушке пришла. Да, спасибо большое. Вот, поэтому, к чему, да, мы возвратились? В 20 контактов их нужно еще дальше доработать правильно. Потому что со многими я разговариваю с партнерами, мы анализируем, почему нет результата, да, у кого его нет. Люди просто не дорабатывают. Мало того, собрать 20 контактов, их нужно еще правильно оформить и доработать. Да, для этого очень важно ввести таблицу. Вот кто-то думает, опять таблица, ну кто там этот список 100, опять то же самое, ничего нового. Элементарных, простых вещах. Вот, я веду таблицу. Вы ее можете составить по своему усмотрению, но у меня там несколько колоночек. Это по мере имя, отчество. Я вот так набросочки сделаю. Вот так, FIO. Потом телефон, да, телефон. Можете там адрес, ну как бы. Таблицу всегда можно дополнять. И самая главная у меня глава, это соцсеть, соцсеть, соцсеть. И комментарии, да, я пишу там, что мне человек попросил, когда перезвонить. Чем вот эта хороша графа? То есть сюда я делаю ссылочку на профиль человека. То есть когда у нас 2-5 человек за неделю, нам кажется, что мы все о нем помним. Я помню Таню, помню Свету, что она сказала, какой я ей аромат протестировала. Когда делаешь 20 контактов в день, и за неделю у тебя табличка до 100 человек доходит. Реально я иногда думаю, там, что за Таня вообще? Я уже не помню, у меня имена вот так вот путались. И когда я нажимаю на гиперссылочку, я вижу всю переписку, я вижу элементарную фотографию человека. То есть это очень удобно. И дальше важно человеку перезвонить, да? Совершаете вы первый шаг, делаете все равно вы. И кто помните, вам перезвонили в первый, ну, может быть, единицы. И дальше я с этой таблицей работаю каким образом? Те, кто подключаются, подключаются охотно. Первый месяц я делала по 26, по 23 личных приглашений, там, октябрь, ноябрь, когда я только пришла. Я этих людей выделяла зеленым цветом. То есть я понимала, что это уже партнеры, и мне с этими людьми нужно работать уже на другой ступенечке, да? Кто-то приходит уже на бизнес, кто-то просто на пользование, но они были у меня зеленые. Были красный цвет. Красный – это тот, кто сказал, пошла вообще нафиг, удаляли меня в черный список, были такие. Но этих людей я тоже не вычеркивала полностью из таблицы, потому что сейчас, спустя 3-4-5 месяцев, люди же, они смотрят за результатом, выходят ко мне уже там по телефону, есть контакты, говорят, знаешь, изначально нам позвонил наш лидер компании, сказал, Селезнева в черный список, потому что она переманивает тут всех в новую компанию. А я, ну, послушалась, сделала, а видео-то смотрю, а оказывается, есть результаты, оказывается, у любой ситуации же две стороны – с позиции одного человека и с позиции другой. Оказывается, ты-то права, ты-то говоришь факты, числа и правду. Это, кстати, тоже момент, который людей притягивает. Именно наша открытость и наша правда. И, соответственно, люди, присмотревшись, приходят в бизнес. Опять же, в чем плюс? Что приходят качественные, созретые люди, да? То есть не мне им уже надо в голову долгнуть, что это там престижно и так далее. Они уже все, созрели, они уже хотят, они пишут, как попасть к тебе в команду. Это же классно, классно. Но когда-то начиналось с того, что я боялась фотоаппарата, я доучивала текст. Я 33 дубли делала, Володя… Неделю обрабатывала. Обрабатывала. Как неслухно. Ты что, вот тут не могла? Вот это, вот это. Это все было. А сейчас я просто могу… Вот записывали, да, видео с Ялты. Он поставил камеру, я сказала, все, из обработки выложили. Но, опять же, это опыт. Это не значит, потому что я там такая везучая. Это просто проделанная работа. Красный цвет, да? И желтый цвет – это те, кто сказали, я подумаю, сегодня мне, может быть, это еще не надо, но давай там через месяц вернемся, да, в разговор. Очень часто я вот сейчас уже люблю общаться именно с сетевиками, потому что это готовые люди, у них мышление другое, да, у них нет, вот как я говорю, лишних тараканов. Но, как правило, каждый сетевик, он не может прям сразу раз и прийти, ему нужно время, да, и тогда я открываю открытые двери и говорю, давайте просто дружить, мы в одной сфере с вами работаем и будем наблюдать за результатом друг друга. Все, давайте созвонимся с вами через месяц, я не настаиваю, возможно, я к вам приду, возможно, вы ко мне. Естественно, я никому еще не пришла, приходит ко мне, потому что видит разницу. Но если этого человека сразу сказать, а, не хочешь, не надо, то, ну, все, двери закрыли. Поэтому всегда оставляйте открытые двери. Понятно, как дорабатывать, да, вопрос? Еще раз скажите, пожалуйста, сколько дней на утепление контакта, потому что сейчас он бушует, блокирует все и всех, и если, конечно, не сразу, да, в другом езде, то тебя просто аплодируют и все. Правильно, и я бы заблокировала. Кому приходит в день, ну, я не знаю, мне штук по 10 приглашений, просто шапка. Хорошо. Причем, не знаете, иногда было смешно, меня звали в ту компанию, где я была лидером. Я начинала прикалываться, говорю, да, расскажите поподробнее, а что, да, да. А потом человек находит, что, а вы оказываетесь уже в компании, и говорю, а почему вы страничку не читаете? То есть, такой подход именно, я не знаю, просто перебор, перебор тупой, скажем так, да. Важно с человеком начать диалог. Я никогда в соцсети не сброшу спам, что я работаю там с парфюмерной компанией, идемте ко мне в бизнес. Я встаю линейку на одну из тех, кто это уже делает. Интернет это переполнит. По какой схеме я работаю, я могу сказать. Я, например, пишу там, Татьяна, добрый день, и делаю паузу. Для чего я делаю паузу? Для того, чтобы понять, вообще, Татьяна склонна к разговору. Если Татьяна не ответит, ну, смысл ей ей что-то предлагать, тратить свое время. Самое ценное, это у нас время. Если Татьяна написала, добрый день. Мы с вами знакомы? Да, как правило, там пишут, мы с вами знакомы. Если я не знакома, я могу что сказать? Здорово, давайте познакомимся, да. Дальше я обязательно, я смотрю профиль. Обязательно я либо оцениваю фотографии, либо ставлю комментарии. Не сложно же посмотреть фотографии, например, спросить, о, вы отдыхали там в Ялте, например? Она напишет там, да. Ой, а я тоже только тут. Вот уже вам общее, да? Но у человека возник интерес, кто же там в комментариях написал, посторонний. И она что, попадет на мою страничку, а дальше тренинг. Артема, как правильно оборвать страничку, все, это уже запускается колесо. Видите, все взаимосвязано. Сейчас я схему дам, да? Ага. Дальше я спрашиваю, например, смотрю, в каком городе человек живет. И вижу, например, там написано, Татьяна, Москва. Тупой вопрос, но я спрашиваю, Татьяна, а вы действительно проживаете в Москве, да? Первая причина, почему я это спрашиваю, потому что некоторый другой город. А вторая причина, по которой я это делаю, она основная, чтобы человек сказал, да, в Москве. То есть, понимаете, первый раз он мне сказал, там, добрый день. Второй раз он мне ответил, да. И нам нужно добиться три да. Татьяна, я посмотрела фотографии, вы любите путешествовать. Там, я тоже, да? Либо я выбираю там категорию, ну, что скрывать, я работала там, сотрудничала с Мэрикой. Я выбирала именно Мэрикейчик, да? То есть, у нас есть уже общая тема. Смотрю по фото, вы занимаетесь Мэрикей, да? Да. Здорово. А давайте созвонимся, пообщаемся. Как у вас дела? Ну, как вариант же? Вариант. Это уже, согласитесь, не холодный контакт? Ну ладно. Да? Вот, девушку, я пока не буду называть имени и фамилии, которую я оформила в Севастополе, который писал, мне есть 10 минут, и вообще ваше предложение мне не заинтересует, потому что у меня аллергия. В результате часовой разговор, встреча, и она партнер. Если она захочет потом открыто прийти, это, кстати, то, что я сейчас прививаю партнерам, что нужно открыто приходить в бизнес, как я говорю, уметь сжигать мосты. Да? Иногда это очень страшно сделать, громко прийти, заявить. Это ответственность, да? Но когда я пришла и заявила, у меня уже назад пути нет. Согласны? Да. Это тоже самая лучшая мотивация, потому что порой мне спрашивают, а как мне найти мотивацию вот начать делать? Первый вопрос, у тебя есть дети? Потому что дети – это самая лучшая мотивация. Когда нет детей, ну, не знаю, кто-то советует кредит взять, возьми кредит, у тебя появится мотивация. Каждый строит бизнес по-разному. А кто-то хотел задать вопрос, что вот у вас на сколько времени уходит на теплый контакт? Потому что бывает такая проблема, слишком уж долго мы общаемся, и бывает момент, когда не знаешь, как уже подхватить и сказать про Армель. Просто уже бывает переписка, ну, неделями, может быть, все даже здесь. Я понимаю, что это долго, я так общаться люблю. Самая основная проблема, как вас зовут? Катяна, самая большая ошибка, что не нужно долго тянуть и о бизнесе говорить в переписке бесполезно. Это своего рода тоже опыт, который я прошла. Но поначалу-то нам хочется, кажется, что любой человек не нужно звать того, кто не хочет. Если человек говорит, иногда мне говорили, что, например, в переписке у меня нет времени или там у меня ребенок спит, я не могу общаться, лучше вы мне напишите. А эта переписка иногда затягивалась до 3-4 часов ночи. В итоге с этого человека вообще ноль выхлопа. Потому что как человек будет строить сетевой бизнес, если он не готов общаться? Да? Вот логично. Поэтому не стоит. И когда вы долго тянете, то есть человек изначально, если вы там, ну, ваш теплый контакт, ну, к примеру, там, полгода, год вы не общались, и вдруг ты там пишешь ей, привет, как дела, она уже понимает, ага, что-то хочет мне там предложить, а ты вокруг да около, а ты вокруг да около. Элементарный вопрос, который я задаю там, ну, сначала, как дела, ля-ля, тополя? Слушай, ты духи любишь? Угу. Кто не любит духи? И все. И все. Она говорит, да. Слушай, дорого. Берешь, наверное, в лентуале или в гоше. Ну, у нас в Аренбург это лентуаль или в гоше. Ну, в основном, да. Даже если человек сейчас там не берет, он либо когда-то брал, либо он заходил туда, просто нюхал, потому что это престижно. Да? То есть все равно он ответит да. Или он ответит да, чтобы, ну, не выделяться среди белой массы. Это же классно прийти в лентуаль и пить духи, да? Да. Ты говоришь, слушай, здорово. А я сейчас как раз тестирую новую линейку элитного парфюма. Раз ты разбираешься, я к тебе приеду прям буквально на 3-5 минут, ты мне просто протестируешь, скажешь да или нет, понравилось или нет. То есть здесь не надо давать человеку понять, что мы ему сразу хотим что-то продать. Когда я ходила в первое время очень много по холодным контактам, люди же, они не ждут, что вот я к ним подойду и спрошу. Тем более я спрошу, вы духи любите? Мне сразу ничего не надо. Я говорю, девушка милая, я вам даже при всем вашем желании сейчас не продам, потому что у меня нечем. С вас просто да или нет, понравилось или нет, но когда открываешь папку, ароматы, класс, ой, а что это? Я говорю. Даже я была поражена, что девушки, подростки знают столько брендов. Я не все названия знала. Они называют там это тот и это, тот и это тот. И говорю, слушайте, когда у вас появится там, дайте знать, да? Вот она статистика. Когда я эту статистику поняла, что я могу, да, час потратить времени протестировать 20 человек, но из них 17 мне сказали да. То есть, понимаете, да? Вокруг до около ходить не надо. Я говорю про холодный контакт. Вот я имею ввиду, вы на первый же день пишите или на второй про компанию? Или у вас как это получается? Это в первый же день? Это в первый же день. А вы про холодный говорите? Или про холодный? Да, я про холодный. Вот неинтересно то, что интернет, вот в первый же день можно ему писать про компанию или нужно? Нужно узнать вообще человеку это надо или нет. Ну да. То есть, если он сказал, что да, люблю духи, нужно сразу проводить. Я не общаюсь долго в переписках, говорю, слушайте, давайте с вами позвонимся. Скайп, файбер, ватсап, там, не знаю. То есть, первый день это нормально? Это нормально абсолютно, конечно. Значит, смотрите, я немножко вам доволен. Мы очень, вот почему 20 контактов в день, да? Вот я об этом говорил. Вот три вопроса задаете, я прям встану, чтобы видно было, наверное, да? У вас три минуты. Все, три минуты? Да. Потому что нам нужно слово передать нашим настоящим спонсорам. Да, смотрите. Утром это как разминка. Кто-то чистит зубы, да? Вы же все чистите зубы, умываетесь. Вот вырвите себе такую привычку. Мы делаем 10 контактов в утром, 10 контактов в вечер. Я или Олеся стоим где-то на полчаса, на час раньше, пока 10 просыпается. Это дает возможность. То есть, что мы делаем? Вот эти три вопроса, да, да, да. В каком городе мы узнали? Любит он духи? Он говорит, люблю. Все, это значит уже отсек. Человек говорит, нет аллергии, все, мы дальше, идем дальше. Работаем перебором, понимаете, да? Потому что мы работаем методом отбора. Я говорю, вы должны ставить машины по рекрутированию. Все, дальше человек заинтересовался, говорит, да, духи люблю. Мы смотрим, мы знаем в каком он городе, да? И у нас есть такое понятие приглашения на руму вечер. Вот в вашем городе проводят руму вечера? Здесь проводят, да? Руму вечер. Я могу вам сейчас дать вот наш готовый шаблон, который мы отработали уже. Мы разные перепробовали. Если вам интересно, можете записать. Тогда мы пишем после вопроса, любите ли вы духи? Он говорит, да. Тогда мы пишем, здорово, допустим. Всегда начинаем с имени Светланы. Дело в том, что я сотрудничаю с компанией Армель, которая пришла совершенно недавно на российский рынок и отчасти продвигает духи. Ну, я вам шаблончик даю, вы там можете под себя переделать его. Продвигает там духи. Человек уже сказал, что он любит ароматы, да? Дальше что мы делаем? Ну, приглашаем, наверное, на второй вечер. Записали, да, кому-то интересно? Что вы сотрудничаете и вы приглашаете, да? Татьяна, то есть, хотела вас пригласить, допустим, Татьяна хотела вас пригласить на аромовечер от нашей компании, где вы, что, и перечисляете какие-то плюшки, как я их называю, получите от этого вечера, что вы протестируете наши ароматы, уйдете с хорошим настроением, навесете понравившиеся, там, может быть, блотер, может быть, вы какой-то подарок ему сделаете, что-то, что-то, какой-то плюшки, да? В любом случае, описать, что он получит от этого, какую выгоду надо от этого получить, что он должен потратить время и прийти. Тем более, он любит духи. Ну, какую-то сами придумайте. И всегда задаю конкретный вопрос. Татьяна, опять же, скажите, вы бы хотели побывать на этом аромовечере? Это заключительный вопрос, который нам позволяет что делать? Сработать методом отбора. Человек либо да, все, это уже человек, который готов и по скайпу с вами созвониться, и по телефону. Это уже называется точка, теплая точка. То есть, он уже из холодного в теплый перешел. Это очень быстро делается. Мы сейчас долго рассказываем, но если вы задаете конкретные вопросы, да? Раз, два, три. Вот этот шаблончик прям, скажем, условно кидаете, да? Ну, можно там его переделать. Все, это уже где-то приблизительно, ну, у нас это занимает до три-пять минут с одним человеком. Три-пять минут, да? Пять минут. Такая коротенькая переписка. Я не о бизнесе не рассказываю. То есть, мы бизнес наш приглашаем только через продукт. Понимаете, да? С сетевиками там по-другому уже разговор, потому что там мы уже предлагаем бизнес другой. Потому что он уже в бизнесе, мы другой бизнес. Мы, люди, которые нам не знакомы, мы приглашаем через продукт. Написали, и человек говорит, да, мне это интересно. А где? Начинает вопросы задавать. Где вас проводят? Отличные вопросы. Татьяна, вот мой контактный телефон. Напишите свой. Давайте по скайпу созвонимся и так далее. Я вам все расскажу. Понимаете, да? Все, вот быстренько перевели. Наша задача не долго ввести переписку, а быстренько взять человека, заинтересовать и перевести на контакт. Вот поэтому я и говорил, когда вы звоните по скайпу ему или по вайберу, обязательно включайте себя. Вот с этого очень важный момент. Почему? Это еще раз вызовет у вас доверие, к вам доверие. Потому что человек уже все, и духи он любит, и предложение ему интересное. Но вдруг вы какую-то монету. Представьте, я, например, девушке пишу. Давайте я вас приглашу на арому вечера. И вы уже в голове. Что там за вечер, а может быть он не арома? Понимаете, да? Но когда я включаю скайп, и человек видит адекватного меня, не надо, чтобы я там в галстуке сидел и такое, понимаете? Я обычно работаю в кухне, у меня там дети, жена там. И человек уже видит, что я адекватный товарищ. Понимаете, да? И тогда уже можно, допустим, этого человека переключить, приглашать уже на встречу. Это в вашем городе понятно, да? Если у вас арома вечера не проходит, то вы сам не можете индивидуально ему сказать, я вам проведу арома встречу. То есть индивидуальный подбор, понимаете, да? Через арома вечер. Если человек в другом городе, мы что делаем? Мы тогда уже ищем человека, который может туда его отправить. Вот поэтому мы здесь для чего? Для того, чтобы с лидерами из параллельных структур задружиться. Потому что мы делаем одно большое друзья дело. И понимаете, если в Оренбурге есть ваш партнер, вы всегда можете его отправить. Будете уверены, что мы его не переподпишем, да? Что он у нас получит полноценную информацию об этом, что мы поможем найти папочку, что мы поможем ему найти продукт и так далее. Мы делаем огромное большое дело. И только вместе, друзья, мы сможем создать эту волну этого бизнеса, куда очень большое количество людей захотят прийти. Понимаете, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, еще прямо смотрите. Вот смотрите, есть, что это такое, знаете? Ракетка. Артем показывал классные вещи, да? Кстати, вы запоминаете такие вещи, да? Это ракетка. Вот, ракетка. Могу вам сказать, еще есть вторая ракетка. Кто специалист может отличить профессиональную ракетку от непрофессиональной? Вот это, да? Вот. Но могу сказать, что вы ошиблись. Вот это профессионально. Вот. Ракетка. Ну, для чего я вам показал? Дело в том, что в этом бизнесе каждый шаг мы должны познавать что-то новое и идти дальше, да? Постоянно обучаться. Вот мы сейчас обучаемся, согласны? Мы обучались у вас, вы обучались у нас обмен информацией. Вот когда... Вообще, кто никогда не играл в нас в стольный теннис? Вообще есть такие? Играл. Вообще не играл. А, играли. Есть такие? Вот можно вас тогда раз, вы не играли? Не, я играла, играла. Ну, вообще, не играла. Идите. В профессиональной ракетке кто не держал в руках? Ну, один раз, очень плохо. Идем. Подойдем. Есть такой прием, да? У нас младший сын занимается профессиональным стольным теннисом. Это старший сын. Это его ракетка. Вот. Кстати, купленная тоже благодаря компании Armani. Мы раньше не могли себе позволить своим минусом, да? Сейчас мы можем позволить нашим детям и давать нового тренера. Понимаете, да? И покупать профессиональный инструмент. Вот есть такой прием, да? Ну, это называется набивание, да? Вот. Попалывание, да? Просто попробуй. Вот. Нет, вот просто так есть. Ну, аплодисменты. Аплодисменты. Ну, все, вы знаете, посмотрите, да? Ну, это может делать каждый. Согласны? А если, например, вот так набивать еще ребро? Ну, так сможет, например, да? Ну, понятно, да? Вот это нужна тренировка. Постоянная тренировка. Простые действия вроде что там сложные. Но есть люди, которые, ну, как, например, наша бабушка, например, да? В нее сразу шарик куда-то летит. О чем вы говорите? Простые действия, да? Всегда нужно брать максимально качественный инструмент. Тогда вы станете профессионалом, да? Берите качественное образование где, друзья? Самый лучший инструмент – это наше образование. Где нужно брать инструмент? Самый лучший. У компании. У компании. Посещать? На событиях. На событиях. Друзья, почему я хочу сказать. Вот, чтобы вы хорошо играли, вам нужно постоянно иметь хороший инструмент и навыки постоянно, да? То, что вы узнали сейчас, вам нужно что сделать? Тут же в течение 70 часов применить. Не будет получаться. Будете говорить, ерунда, это не работает. Селезнева набрали. Все равно делать. Но делать. Делать, друзья. Почему? Почему нам интересно рассказывать вам об этом? Потому что мы тоже уже совсем скоро будем в той квалификации, да? Где с каждого вашего оборота мы тоже будем заинтересованы, как сейчас заинтересованы в общем товарообороте Артем. Почему? Потому что он сапфир. Компания платит 1% от всего товарооборота. Понимаете, да? Если что, и мы тоже сапфиры. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому смотрите. Перед тем, как я хочу позвать на нашу предвизированную сцену уважаемым нами наших спонсоров, да? Еще вы видите здесь семью, они тоже должны поделиться информацией важной. Я хочу сказать, что, друзья, берите качественный инструмент, внедряйте. И обязательно важным инструментом является что у нас, друзья, еще? Это обязательно посещение таких мероприятий, как встреча в Москве, которая будет премиум в октябре, друзья. Кто принял из вас решение быть там? У нас билеты. Отлично, друзья. А у кого есть билеты? Да. Потрясающе, друзья. Вот понимаете, поднимают руки те, у кого какой-то есть результат, да? Все. Я закрываю рот. Вы поняли, да? Что хороший инструмент. Вот. Мы можем говорить многое. Да. Вот. Я много говорю. Тогда тебе пригласи, пожалуйста, на эту сцену наших уважаемых. На самом деле так, говорить можно долго. Спасибо, что вы были такими активными, добродушными слушателями. А на эту сцену я приглашаю человека тоже с результата. Нашего вышестоящего спонсора, человеком, за которым мы двигаемся, Янина Еремеевна. Спасибо большое, Олеся. И на самом деле это очень-очень безумно приятно, когда наши партнеры, и мы сегодня так и хотели, чтобы именно семья Селезневых забрала полностью все это время. Потому что люди, они с Оренбурга, если кто не знает. Это очень далеко. И знаете, скажу вот как вышестоящий спонсор, что самое важное, какой есть важный момент для нас. Есть момент такой вот, когда ты зарабатываешь определенные суммы. А есть самый важный момент, и есть много мнений на эту тему, когда говорят, у вас там подкусывают чеки, у вас еще что-то. Но самое важное и самое радостное, да, мурашек, они действительно вот они идут, когда ваши партнеры действительно зарабатывают больше, чем вы. И я просто помню тот момент, это был уже октябрь, ноябрь настал, и этого года, прошлого года, когда всегда я говорила, что вот смотрите, сколько наша семья зарабатывает. И мне не хотелось, честно, не хотелось показывать свои чеки. Мне всегда хотелось показать, вот открыть кабинет и сказать, смотрите, сколько зарабатывают наши партнеры. И когда в октябре месяце Артем закрыл 28%, вы видели, да, его чек превысил 100 тысяч рублей. Я помню его состояние, оно было сравнимо с моим, когда человек перевалил за 90, это просто мы не могли выйти из машины, его трясло. А когда мы, вот буквально-то в прошлом, да, по-моему, месяце, мы открыли кабинет и увидели, когда семья Селезневых, Олеся с Володей зарабатывают еще больше. Это неописуемая радость, это на самом деле так. И главный залог этого бизнеса, то, сколько зарабатывают ваши партнеры, не ваши чеки, это сколько зарабатывают ваши партнеры. Когда вы окружите себя успешными людьми, пусть будет это вашей миссией, тогда ваши чеки, они взлетят высоко. И быстренько хочу сказать такую тему небольшую, вы много слышали сегодня о ключевых людях, да, вот кто, вы уже поняли, кто это такие. И, а вообще, хотите таких людей, если я в структуру, хотите вот, чтобы семья Селезневых, вот такие же, были у вас в первой линии? Чтобы такой, как Тимофеев был в первой линии, как Алексей Нестероков, семья Грымзиных, вот это, знаете, ваши первые линии. Ооо, я влиял. А семью Ликаревич, Юлю Лисицу, кто хочет себе в первую линию представлять? Вообще, я, вот. Это мечта. И быстренько расскажу на нашей истории, когда мы начали этот бизнес, а мы как раз начали по-другому. Мы пришли в момент образования компании. Когда нас пригласили, мы подумали вот так. Слушайте, ну здорово, ведь информация, это ценно. И мы хотим поделиться этой информацией, но мы пришли уже со знанием, скажем так, нашего президента. Мы его знали как человека, и поэтому мы за ним пришли. И в тот момент наш вышестоящий спонсор через спонсора, мой непосредственно в городе находится, Жанна Новоселова. А наш вышестоящий живет в Екатеринбурге. И когда нас подписали, пригласили, мы не знали ничего. Но что мы сделали? Мы сработали качественно. Мы не могли ничего рассказать. Мы три дня приводили туда толпы людей, чтобы за нас рассказывали. Вот одна семья тоже сидит, улыбается и помнит это. Давайте тоже, кстати, вам поклониться. Что получилось? Прошло три дня, и мы остались с некой командой. Командой людей. И что же произошло в этот момент? Я сидела и думала, что я, во-первых, осталась одна. Мы с моим спонсором с равными условиями. Мы зашли с три минуты разницы в регистрации. И мы с семьей подумали. Вот в тот момент в моей голове произошло такое, что я осталась с командой. Я не могу сейчас сказать, что ничего я не умею. Я три дня слушала. И больше всего пришло сознание того, что это было 13 человек, не все в первой линии, кто-то в глубине, даже ребята приводили. И у нас пришло сознание ответственности. Вот этот момент очень тоже важный, потому что я подумала, я тогда помню этот момент хорошо. Я приняла решение делать этот бизнес и быть ответственной. Почему? Потому что я уже вмешалась в чью-то жизнь. Я своим предложением уже кого-то где-то столкнула. И сказав, что как притягивать, к примеру, к ребятам, смотрите, это было вот так. Мы долго там беседовали, наконец достали папку. Это были те люди, к которым мы действительно могли перейти и сказать, это круто. Вот 2000 рублей, вот я тебе стопудов даю, что мы здесь заработаем. Эти люди нам поверили. И в тот момент их стало больше. Представляете, в моей голове пришло такое. Я хочу, чтобы это было у каждого. Перед тем, как вы начнете, станете, как сказал Володя, машинами по рекрутингу, примите решение. С этого все начинается. Быть ответственным. Быть ответственными в этом бизнесе. За тех людей, которых вы приводите. И тогда, когда вы станете ответственны и начнете делать весь вот этот алгоритм действий, а хочу сказать, сделать большой-большой акцент, другого алгоритма не существует. Вообще проверено годами. Сколько? Более 70 лет уже индустрии сетевого маркетинга. Не работает, ничто другое. Может, чуть развивается система интернета, да, но это другое. Но контакты, знакомство с продукцией, рекрутинг, спонсирование, нет ничего другого. Если вам кто-то говорит, что список контактов, база контактов не работает, ее не нужно вести. Ну, знаете, на что я говорю? Слушай, дорогой мой друг, ну, если ты говоришь, что это не работает, ну, давай мы с тобой встречимся чуть позже, и если ты будешь иметь хотя бы такой же результат, как у меня, я не говорю о чем-то другом, то я тебе подойду и скажу, ну, извини, была не права. Но такого, к сожалению, может и к радости. Еще не случилось ни разу. Поэтому, мое такое кратенькое, каратенчикое будет послание сегодня, это то, что примите решение, примите решение менять свою жизнь и зарабатывать, быть в числе тех людей, которые будут зарабатывать колоссальные суммы денег. Просто вот в какой-то момент, ну, на 5 минут, на полчаса остановитесь и примите решение, готовы ли вы быть ответственными. И на каждом мероприятии есть два пути. Вот я говорю, вот, у кого спрашивают, зачем тратить деньги на мероприятие? Вот вы сегодня по 300 рублей заплатили, кстати, мы все тоже. Вот есть момент, зачем я должна платить или должен платить свою жизнь? А это вручение. Ну, это моменты, это знания, это ваши знания, раз. А есть момент, зачем не быть на мероприятии? Много людей мы сегодня собрали с ребятами в список крутых отмазок, жителей Краснодара. Вот у нас две машины приехало с Ейска, с Крыма ребята приехали, да, с Новороссийска. С Услабинска. С Услабинска. Ну, мы вот с Гидростроя. Да, это, это, да. С Абонтик. Есть люди, которые здесь не пришли, они живут в этом городе. Мы тоже все приехали из других городов. И зачем быть на мероприятии? У вас перед принятием решения, если оно еще... Есть два пути, после мероприятия, после любого мероприятия. Вы либо делаете и начинаете пахать, становиться машиной по рекрутингу, либо вы понимаете, что вы не готовы к ответственности. И это тоже хорошо. Как говорится, кто-то должен печь хлеб, убирать улицы, строить дома и так далее. Поэтому, я думаю, на этом я закончу, потому что есть время. Можно два слова добавить, Лина? Два слова я скажу. Да, конечно. Вот смотрите, мы как бы вот люди здесь на первых летах собрались, как бы в одной квалификации. Но мы всегда рады прийти и послушать, потому что мы все время находимся в обучении. Мы учимся вот у ребят. Вот мы как бы вживую, мы первый раз, допустим, видимся с остальными ребятами, мы как бы на мероприятиях, мы все время видимся. Но мы все время учимся, учимся, учимся. И запомните, что дорогу осиливает идущей. Ясно. Аплодисменты, по какой дороге вы будете идти? Конечно. Спасибо. Сейчас буквально на 5 минут, 5-10 минут мы займем еще времени. Мы хотели ответить на ваши вопросы. То есть я сейчас на сцену приглашаю абсолютно всех спикеров сюда. Евгению, Юлию, Артема, Семью Селезневых, своего супруга выходить сюда. И, во-первых, хочу сказать абсолютно всем огромное спасибо, потому что действительно приятно быть в команде лидером. И вот чуть-чуть я вас и сдвину, это была немножко тема Алексея, а вот этот момент мне очень еще одно хочется дать. А пока вы готовьте свои вопросы, посвященные абсолютно каждому. Мы только к вам присоединимся, хоть и не выступаем. Да, конечно. Марина? Сейчас что я хочу сделать. Вот такой момент. Вот вы видите, кто хочет попасть в окружение этих людей? То, что есть, рисовал Артем. Смотрите, что есть, какая вещь. Есть вот ваша структура. Это абсолютно все люди, которые у вас находятся в ваших личных кабинетах подписанных. А есть вот такая вещь. Она называется команда. То есть здесь, вот смотрите, мы представлены. Назову так, да? Уже это хорошее слово. Команда лидеров. Еще много есть людей в разных городах. Это те люди, которые строят бизнес, которые активные, которые взаимодействуют с друг другом. И это есть в ваших структурах. А есть еще вот такая вещь. Это окружение. То есть те ключевые люди, о которых мы говорим. И что я хочу сказать. Вот все вот эти. Вы каждый должны стремиться в окружение. Потому что вот все вот эти люди, стоящие на сцене, и я вот так рядышком, мы входим в окружение нашего президента компании. Кто хочет быть в окружении президента Вячеслава Демидова? Поэтому вы изначально должны стремиться быть частью команды и быть в окружении вашего наставника, вашего лидера, вашего спонсора. И тогда вы попадете в команду лидеров и в окружение компании. Вопросы ваши у кого-то остались? Слушайте, это на самом деле очень здорово, когда после мероприятия не остается вопросов. Да, а сейчас мы... Я сфотографирую. Сфотографируем. Ди сюда. Да, вставай. А я... Да, общее фото. Олег, подойди, пожалуйста. Ты у нас с этой техникой же общаешься? Здесь есть такая хорошая фото, как фото. Попробуй на нее сначала нас сфотографировать. На твой телефон. Я просто безумно рада тому, что благодаря компании Армель я могу позволить себе отличный смартфон, который снимает не лучше зеркального фотоаппарата. Новинка, кажется. Да. Ты мой супруг. Я даже еще не слышала, что я купила. Нет. Айфон 7. Так, я теперь танцую. Надьевка, хорошо. Владимир, идите сюда. Да, можно с вами. Общая помощь. Все, у тебя в ростуке ты можешь сказать. А с вами можете? Лупишь все вместе. Смотрите, какое предложение, друзья. Мы можем сейчас стараться сделать большое на той стенке. Большое, общее фото. Фото, да. А те, кто был на мероприятии. Потом смотрите. Потом у нас уже уже выходи, да? Конечно. Еще 15 минут есть. Смотрите. Я говорил вам очень много о формате видео. Кто для себя это понял? Поговорите, у нас есть. Мы сейчас помогаем не только нашим партнерам. Да. Подписывайся.